Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск усвящен проекту из Норвегии, из самого Осло, и называется он... Ди... Ди... В общем, ребят, я только готовясь к выпуску узнал, как правильно читается название этого проекта. Я всю жизнь читал, как Димми Боргер. Ну, вот, оно вот так вот интуитивно читается. Оказывается, оно читается Диму Боргер, с ударением на последние слоги. Диму Боргер. Поэтому сегодняшний выпуск посвящен проекту Диму Боргер из Норвегии. Устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно. Мне было реально очень интересно, я ничего не знал про эту группу, и... Теперь знаю все. Заваривайте чаек и подпишитесь на канал, обязательно подпишитесь, потому что многие смотрят без подписки, это неправильно. Также поставьте лайк под видео и долбаните в колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу проекта Диму Боргер. Также не забывайте поставить лайк на Яндекс.Музыки.Голуб.Подкасте везде, где вы слушаете этот выпуск, и обязательно подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, потому что у Ютуба очень странная политика, и он многое вырезает. Что ж, без лишних слов, погнали. Группу Диму Боргер основали в тысячи лет. В 1993 году вокалист, гитарист и анонимный клавишник Шаграт, гитарист Эркишеттер Силинос и барабанщик Тьодальф, которым чуть позже плюнкнул басист Бринян Тристан и клавишник Стиан Арстад. Среди людей, повлиявших на становление собственного стиля Диму Боргер, называют классический black и heavy metal группу 80-х, а также двух из замечательных композиторов — Вагнера и Джорджика. Год спустя увидел свет первой сингл группы, который назывался Into the Eternity of Darkness, вышедший под маркой Necromantic Gallery Productions и полностью распространенный за несколько недель. Уже в 1995-м Диму Боргер записали дебютный полуформатник, который назывался Fall Teeth, и он уже вышел на Color Records. Во записи этого диска также принимали участие Aldran из коллектива Notheim Guard и Витсотник из коллектива Wet Buens Ende, а также Тьодальф и Шаграт уже поменялись ролями. Тьодальф взял в руки гитару, а Шаграт сел за ударную установку, но продолжил оставаться вокалистом. В 1996-м году вышел второй полуформатник Диму Боргер, признанный одним из самых важных альбомов в истории black metal. Он называется Stormblast. За короткое время группа сделала большой шаг вперед, музыка стала более мелодичной, камерной и в целом более зрелой, а сами музыканты заметно выросли в техническом отношении. Кстати, на этот раз во время записи Шаграт и Тьодальф тоже занимались своими прямыми обязанностями. Stormblast стал последним на данный момент альбомом Диму Боргер с песнями на родном норвежском языке, после чего группа решила переключиться на английский, дабы привлечь на свою сторону максимальное количество фэнов. То есть они каноничный альбом записали, ну и как бы все, можно уже гнать то, что ты хочешь. Уже материал миньона Devil's Pass, вышедший в том же году, был полностью англоязычным. Кроме того, этот мини-альбом стал дебютом для нового бас-гитариста Нагаша, занявшего место Тристана. После записи Stormblast из группы также ушел Арстад. На его обязанности взял на себя Шаграт. В 97-м году вышел третий полноформатник Диму Боргер, который называется Atron Darkness Triumphant. Также не последний релиз современной Black Metal Иерархии, записанный позже еще раз со Стианом Астардом. На этот раз CD был выпущен компанией Nuclear Blaster, зашел с тиражом более чем 150 тысяч копий, и с этого момента пошли завистливые разговоры о продажности группы. Остаток года прошел в европейском турне в компании с Gradle of Fields and Flames Dissection, и для этого тура ангажировали гитариста Астену. Кстати, в предыдущем туре с группой играл гитарист Йенс Петтер. Небезызвестный Йенс Петтер. Астену сам родом из Австралии, но потом переехал в Норвегию, где вначале занимался сольным проектом, который назывался Kerpe Tenembrum, который еще назывался как Lord Chaos, а затем играл в Covenant. После окончания гастроли Астену остался в Диму Баргир в качестве постоянного гитариста, зато коллектив на несколько месяцев лишился Арстада, и позже он как бы это объявился в Эйтрале, и Теодолева, который взял оптаску по причине рождения ребенка. Ну, тут как бы уважительная причина, сами понимаете. Сесеным барабанщиком взяли некоего агрессора, который перешел из Аурон Нойр, а за клавишным оказался Кимберли Госс из проекта Therion и Ancient. И, кстати, Кимберли Госс также привела в Диму Баргир как бы такую эстетику некую новую, но провела с ними лишь одно турне. На данный момент Госс участника коллектива Synergy. Новым клавишником стал Мустис, который с Диму Баргир впервые выступил на крупнейшем европейском метал-фестивале, который назывался Dynamo Open Air, в 1998 году. По причине своей молодости Мустис нигде ранее не играл, но член группы утверждает, что он имеет большой вклад в развитие группы, в частности, 60% материала для нового альбома Spiritual Black Dimensions родилось именно с подачи его клавишных. Как и предыдущие полноформатники, этот альбом был записан со знаменитым продюсером Питером Тенгреном в его студии Abyss и вышел в марте 1999 года. Не обошлось и без очередных перемен в составе. Сразу после студийной сессии ушел Нагаш, целиком переключившись на работу в Covenant, и на его место пришел Симен Хестнес, также известный под псевдонимом ICS Vortex. Через месяц после выхода альбома вышел полноформатный такой проект Астену, который назывался Кэппл Тенембрум с альбомом Миррот Хэйт Пэнтинг, в записи которых, среди прочих, принимал участие и Нагаш. В ходе американского турне 1999 года Тьодальф, кстати, записывавший из Деми Боргер Spiritual Black Dimensions, принял решение на совсем покинуть группу. Все по тем же семейным обстоятельствам. И так, но ударной установкой Деми Боргер оказался Ник Баркет из The Grade of Fills, который параллельно играет еще и в Баркнагаре и Локап. Осенью 2000 года группа приступила к записи очередного альбома и предварительно выгнала Астену, который окончательно охладил творчество групп, потерял былой энтузиазм и желание отдавать себя по работе на 100%. Новым гитаристом стал Галдер. Это чувак из Old Man's Child. В 2001 году появляется Puritanical Euphoric Misanthropia. В качестве бонуса альбом содержит кавер-версию песни Burner and Hell группы Twisted Sisters и группа записала этот альбом в следующем составе. Шаград вокалы Соленос гитара Гальдер гитара Нустис клавишный Николас ударный и Симен Хейснер Бэк и Бас В записи этого альбома принял участие симфонический оркестр Готенберг симфоник оркестра и альбом выпустил как обычно Nuclear Blast. Собственно в 2003 году группа выпускает новый полноформатник который называется Death Cult Armageddon в котором можно услышать женский бэк-вокал и несколько песен на норвежском языке то есть ребята решили все-таки немножечко вернуться назад но альбом вскоре получает множество наград в том числе одну из самых престижных в виртуальном андеграунде на шведишметал.ком как лучшая запись года и группа еще больше расцвела В феврале 2004 года группа прощается со своим драйвером Ником Баркером и этот мужик проработал с коллективом 5 лет и очень жаль что он ушел но все меняется в 2005 году это год когда второй полноформатный альбом флагман в черно-норвежской сцене Stormblast издается повторно альбом к слову содержит только норвежскую лирику как я уже говорил и в 2005 году не просто переиздан и переоформлен но и перезаписан заново и в этот раз запись осуществлена в легендарной студии Abyss под руководством Питера собственно как и всегда партии ударных исполнил легендарный барабанщик Джен Аксель Вон Блонберг из Мейхен Арктурус и The Covenant а также из Торренса Мортон и Мортал и Винс этот барабанщик дважды лауреат норвежской премии Грэмми и лучше известен как Хелл Хаммер помимо 10 оригинальных композиций был как бы это добавлен бонус трек который назывался в Маркслейв и над оформлением 24-страничного буклета работал Йохим Людке почти весь 2006 год норвежцы упорно сочиняют песни для нового альбома коего весь мир ждал с настоящим нетерпением содержание его текстов можно передать такой фразой если захочешь доказать существование бога то прежде убедись в реальности черта новая работа норвежцев первый концептуальный альбом в их истории и действия происходят в средневеков в Европе сюжет основан на истории одного церковнослужителя разочаровавшегося в религии музыкант группы Селинас автор этой истории говорит он словно пробуждается ото сна и осознает что обладает другими способностями силами и склоняется в сторону тьмы однако для записи им сорта диаболи они все же выбрали продюсером Фрэнка Норкскрема из Фрейдман Студио который работал с Инфлеймс Эдзегейт Дарк Трик Валити Хаммер Фолт Синаджи Сойлок Циклон и многими-многими другими обновь легендарный барабанщик Халхаммер записал партию ударных над оформлением буклета работал легендарный дизайнер Йохам Людке и за основу были взяты полотна Ханса Мемблинга нидерландского художника чья живопись отличается выразительными колористическими и светотеневыми эффектами и который создал одну из самых гениальных картин 15-го столетия она называется Страшный суд альбом вышел 27 апреля в европейских государствах и 8 мая в Северной Америке 30 августа 2009 года было опубликовано сообщение о том что группу покинул Муфтис и Вортекс 31 августа это было официально подтверждено группой на официальном сайте и несмотря на уход участников группа принялась за запись очередного студийного альбома запись проходила в сотрудничестве с норвежским композитором Гауте Сторасом оркестром норвежского радио составил 51 музыканта и хором Шола Конторум составил 38 человек в работе над новым альбомом принял участие уже 101 музыкант и новый альбом который получил название Абра Хадабра вышел в Германии 24 сентября в остальных странах Европы 27 сентября и Северной Америки 12 октября на Лыбле Нуклер Бласт 24 августа группа подтвердила что на место Вортекса станет шведский музыкант мультиинструменталист с новой шоу однако уже на следующий день музыкант объявил об уходе из группы и возвращении в Террио В одном из интервью Шаграту был задан вопрос касательно музыкантов которые войдут в гастролен состав группы и Шаграт сказал следующее Не хочу говорить об этом сейчас потому что мы даже не приступали к этому всему мы даже об этом не думали мы хотим чтобы люди больше сконцентрировались на тех кто на самом деле олицетворяет Диму Баргир это основатели к которым отношусь я Селенас Гальдер ну и как бы все и это как бы это нам нужна группа из шести человек мы решили существовать в формате Трио хотя бы потому что в прошлом у нас были многочисленные смены состава ты можешь работать с людьми а затем выясняется что это не работает или что-то еще так что мы решили заниматься музыкой самостоятельно нанимать музыкантов за деньги и посмотреть что из этого выйдет а затем уже решим в принципе кто сейчас в группе это упомянутые три человека это костяк это состав это семья у нас есть твердый устоявшийся состав но в настоящий момент я не хочу называть каких-либо имен в отношении того довели ли бывшие участники группы ICS Vortex и Мустис до суда дело о своих предполагаемых авторских правах на песни предыдущих альбомов Шатрат сказал мне ну как бы нет не мне нам пришлось кое в чем прибегнуть ну как бы к услугам адвоката это не касается судебного разбирательства но в настоящий момент все стабильно так что нет каких-то больших проблем альбом Абра Хадабра вышел 24 сентября 2010 года в Германии 27 в Европе 20 в США но вы знаете и сессионными участниками стали Кирус из Сусперия и как бы ну он был бас-гитаристом и Гер Брайланд из группы Ковенант и он играл на клавишных и Дрейн в ударных в ноябре 2010 года вышло специальное коллекционное издание журнала Metal Hammer получившее название Demon Box продолжим серию спецвыпусков посвящен 20-летию альбома Rain and Blood группы Slayer выходу нового альбома Metallica и Iron Maiden и данный выпуск содержит официальную шапку Demo Bargear а при открытии журнала можно услышать специальное обращение Шаграта что ж с этого момента коллектив выпустил не один альбом он до сих пор существует и это довольно интересный и необычный коллектив он существует 93-го года и сейчас ему уже 30 лет он из Осло Норвегии и сначала ребята пытались создавать канон а сейчас они делают то что им нравится и это замечательно что они не вгоняют себя в рамки давайте послушаем одну из композиций как обычно это доступно только для слушателей на ютубе а дальше продолжим в формате интервью все как всегда в формате интервью Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну и как обычно интервью Диму Баргир, который называется Из-за грима и страдают аллергией, но шоу есть шоу Диму Баргир одна из самых противоречивых и неоднозначных в своем творческом направлении норвежских команд В 2001 году она сподвинулась выпустить совершенно потрясающий альбом И наконец-то даже самые яркие недоброжелатели смогут с чистой душой похвалить Диму Баргир за проделанную работу Они похвалят, не верьте, верьте только ушам своим Ведь Перетонейшн Эйфорик Мизантропия это и впрямь нечто Нечто такое качественное, великолепно сработанное, совершенно свободное от стилистических комплексов Величественное настолько, что впору снять шляпу и прокрутить этот своеобразный шедевр раз пять И я надеюсь, вы его оцените Но прежде чем начать, давайте немного фактов о Шаграте Кстати, вокалиста Диму Баргир известно немного, все больше сплетни Да, необоснованные слухи Или обоснованные, но тоже слухи Вот не так давно, например, стало известно, что невеста Шаграта, Берте получила главный приз за некоторые стрип-шоу-соревнования в одном из норвежских клубов Верить не верить? Как в старой карточной игре на ваш собственный выбор по желанию Портрет приходится составлять прямо по ходу разговора по телефону, основываясь исключительно на собственных впечатлениях Итак, Шаграт спокойный, но с нескрываемым внутренним напряжением голоса Сама настороженность, как бы не сказать чего не того И подозрительность Как сильный, но порядком загнанный зверь Достается ему от журналистов, надо полагать, много И гоняют, критикуют, спрашивают всякие гадости Поначалу каюсь Я тоже как бы хотел, но тон разговора сомнений не оставлял Порол, положу трубку и все И журнала ради рисковать не стоит Потом подкалывал осторожно, но между делом Что ж, поехали Что ж, по традиции начнем с вашего новейшего релиза Что сам скажешь, как оцениваешь проделанную работу Ну, я безумно рад, что она получилась такой классной Действительно, мы много экспериментировали, стараясь отойти от своего стандартного звучания Привнести в музыку новые необычные фишки и элементы Кто-то, возможно, сильно удивиться, услышав, что такое Диму Баргир в 2001 году Но как бы там ни было, я крайне доволен новым альбомом Это лучшее, что у нас есть на данный момент Однозначно Полностью согласна Ко всему прочему, записывался он в новый для вас, но известный во всем мире студии Abyss В то время, как большинством голосов она считается передовой своей области Некоторые не устают упрекать Петра Тагрена И тусовку в том, что все альбомы, записанные в Abyss, звучат как безобразие И, похоже, фирма, конечно, не со своими минусами А что скажешь по этому поводу? Не боялись ему потеряться? Нет Мне нравится подход работников этой студии к своему делу И, думаю, в нашем случае они постарались на славу Никаких претензий Насколько мне известно, на днях в офисе Nuclear Blast Организовалась раздача слонов, скажем так То бишь, автографа от Диму Баргир Много людей приходило Как это вообще, телеподобное мероприятие по душе или не напрягает? Людей всегда много приходит Это приятно Значит, мы кому-то нужны Значит, не зря живем, не зря занимаемся музыкой А напрягает? Ну, не знаю Устаешь немного, конечно, но жить можно Я отношусь к таким делам Как еще к одному аспекту своей работы И не думаю о том, напрягает оно меня или нет Вообще, вы уже вошли в легенду в качестве людей Малообщительных, неразговорчивых таких и плохо Ищущих, как бы, общение Не идущих на контакты Звездная болезнь, говорят Ну, это неправда Мы не считаем себя звездами Хотя, может, и немного разговариваем Тем не менее, как утверждают многие журналисты Без договоренности с лейблом Взять интервью и Диму Баргир Архисложно Игнорируйте их Или просто посылайте на три буквы То есть, вам надо заставлять Как бы, вас надо заставлять общаться с прессой И таким образом выполнять еще одну Немаловажную часть своей работы Да вранье это все Есть люди, которые к нам обращаются Они нормально тосятся Сдают нормальные вопросы И мы на них отвечаем Это все фигня А если, ну, это какое-то Не буду говорить, кто Ну, конечно, мы его пошлем О, вот это интересно Какие тебе вопросы задражают больше всего? Какие ты считаешь ненормальными? Ну, не знаю Может, касающиеся бизнеса Наверное, денег, контрактов Ну, всего такого Я музыкант И в денежные дела стараюсь не лезть Предоставляю их продюсерам, менеджерам И прочим ответственным лицам Меня самого они по большому счету Не сильно волнуют Еще, да Еще бесит, когда журналисты Просят рассказать историю команды С самого начала, да в деталях Это просто уводит из себя Мне кажется, можно напрячься И если что-то такое интересное Покопаться на нашем официальном сайте Для того, собственно, и существует Да дофига инфы в интернете Хорошо, вот ты говоришь, если люди нормально относятся Ни для кого не секрет, что группа пользуется популярностью Весьма неоднозначного характера Если одни возносят ее на вершину Сегодняшнего Black Metal То другие не пропускают вам Можете лишний раз Ахаять, обозвать вас продажными тварями Геями и прочими нехорошими эпитетами Как ты считаешь, почему так оно получается? Понимаешь, популярность вообще редко Когда бывает однозначной Если есть люди, которым что-то нравится То наверняка найдутся и те, кто будет против Это нормально И это всегда так Разница только в масштабах Я могу объяснить причину, по которой нас обвиняют в продажности В видательстве идеалов Black Metal и так далее Тут все просто Людям не дает покоя банальная зависть Кто-то сумел продаться лучше, чем они Вот и все Я уверен, в нашем творчестве их раздражает только это Старая дурацкая тема, но все же Хочется расставить точки над И Что такое по-двоему True Black? И играет ли его Дима Варгир? Да, конечно играет И по-моему, мнению, настоящее истинное Это то, что идет от сердца, от души Когда делаешь то, что хочешь делать Что считаешь нужным, вне зависимости от мнения остальных Дима Варгир именно этими занимается С самого начала и по сегодняшний день Плюс это тоже важно для данного стиля Идеологическая подовлека Настоящий Black должен быть сатанинской, черной музыкой А Black, не связанный с антихристианской борьбой Это уже не Black Но это лично мое мнение Так, борьба В Норвегии еще не утихли Страсти, связанные с поджогами в церкви и так далее То есть борьба еще продолжается Ну, на уровне физическом Нет, сейчас нет Сейчас в Норвегии все тихо Основная часть этого дерьма происходила в 93-94 годах И теперь дети выросли, поумнели И занимаются более полезными делами Или по-прежнему прохлаждаются в тюряге Варг, привет Дерьма, да? Тебе все это настолько не нравится? Да, конечно, не нравится Чему можно радоваться, если тебе не дают нормально заниматься музыкой Проводить концерты, постоянно трясут, таскают по полицейским участкам И лично я никогда не принимал участие в подобных акциях Но, тем не менее, частенько приходилось попадать под раздачу Приятного мало Можешь мне поверить Если мы в этом не виноваты Нахрена нам это вешать? А сама не подумала совершить что-нибудь эдакое Ну, хоть из детства, что ли От избытка тенериевского экстремизма И желания поискать Как бы приключения на собственный зад, скажем так Нет, я всегда занимал Такую позицию, что Ну, как бы я понимал, сколько это глупо, бесполезно И даже во многих отношениях вредно А ты боялся тюрьмы? Да, и это тоже Ну, нахрена мне это? Зачем? Ради чего тратить лучшие годы своей жизни за решеткой? Чего я тем добьюсь? Что от этого изменится? Да ничего Польза никакой, а вред? Ну, в тюрьме я не смогу даже заниматься любимым делом Создавать музыку Одно слово Глупо это все Просто глупо Зато ты автоматически становишься героем своего времени И... Ну, подожди, подожди, подожди Ну, быть может Но способ изначально дурацкий Игра не стоит свеч О моей жизни Так тем более Я ее слишком ценю, чтобы терять время Из-за убийства какого-то придурка И поджога какой-то культового сарая Не без того, с чем заняться Окей, вот твоя борьба идет в каком-то ином измерении Получается так То есть музыка, тексты, песен, собственная философия Да Все как-то сказала Не знаю, можно ли называть это борьбой Я просто живу в собственном Как бы с такой, сказать В собственном состоянии С собственными законами С собственными взглядами и убеждениями Делаю то, что считаю нужным И что хочу сделать И для некоторых это классифицируется как индивидуализм Другие назовут сатанизмом Да как угодно Мне наплевать на чужие мнения Я такой, какой я есть Слышал, вы практически Используете черную магию Да не правда ничего подобного Но откуда это все? Я верю, что черная сила действительно существует И ее можно управлять По своему усмотрению Но сам ничем таким не занимаюсь И вам не советую Хорошо Оставим пока эту тему Вернемся к вашему новому альбому Вы планируете какие-то клипы? Да, уже готов сценарий Клипа на песню Пуритания И на дне должны начаться съемки Точно не знаю когда Но думаю очень скоро Давно хотела поинтересоваться В вашем старом видео На песне The Morning Palace Ридоиньки по-моему Такой клепец получился Лишенный всякого смысла Да, полностью согласен И в этом наша проблема Мне он тоже не нравится Я тоже не понимаю О чем там идет речь Дело в том, что мы сами Не принимали участие в его создании Просто снабдили режиссера Съемками с концерта И все остальное Додумали эти черти И увидел результат И думаю Блин, да такая фигня вышла Ни с текстом Не связана Ни с музыкой Вообще Какое-то сплошное идиотство Но Что есть К сожалению Не имел возможности Лицезреть Большего количества Живых выступлений Дима Баргир Но немного Увиденное Наводит на всякие Интересные мысли Это вообще когда-нибудь Придумываешь Или предполагаешь Что должно происходить На сцене Во время концерта Ну То самое Пресловутое шоу Ну да Я конечно готовлюсь Гримм Там одежда Синической атрибутикой И без подготовки Тут вообще никак А не надоедает Годами делать Одно и то же Красятся Плеваться огнем И прочей дрянью Спрашиваешь Конечно надоедает Это честно Ну зло Которое мы играем Надоедает Но это еще только Часть проблем Гораздо хуже Что за все это время Моя кожа Настолько переела Разной химией Что теперь приходится Страдать от разного рода Аллергии И это поверь мне Крайне неприятно Каждый день испытывать Эти гадкие ощущения Каждый день Подвергать себя Добровольному мазохизму Не блевать хочется От разной ерунды Но делать нечего Шоу есть шоу И если он требует Жертв То делать нечего Буду терпеть А кровь у вас Получается настоящая Или это Как утверждают Недоброжелатели Житкий кетчуп Мы никогда не используем Кетчуп Это театральная Поддельная кровь Еще одно Распространенное мнение От Дима Баргир И прочих Коммерческих шоу-группах Люди вместо того Чтобы заниматься музыкой Основное время Уделяют имиджу И оттого В точстве Скорее Напоминает Клоунаду Привлекающую публику Своей скандальностью Яркостью И блеском А ведь глубинный смысл Давно потерян Господи Это их личное мнение Я не собираюсь Никого разубеждать Я честен В том Что делаю Будь то музыка Или внешний облик И отношусь Ко всему этому В отличии от клоу Совершенно серьезно Плюс считаю Что шоу Так сказать Внешняя сторона Тоже крайне важна В особенности на концертах Туда люди приходят Чтобы что-то услышать И одновременно увидеть Те, кого волнует Исключительно музыка Сидят дома И слушают диски А вспомни Какой забавный Интересный Странный происшествий Во время тура Что-то Что тебе заполнилось Особенно Да ничего такого Все мирно происходит До ужаса Обыденно и одинаково Приехали Отстроились Отыграли Нажрались Упали Уснули Протрезвели Заново И так Постоянно Но уже на другом месте Ни людей Не запоминаешь Ни стран Ни городов Вообще Ничего интересного Интересов концерта жизни Ноль И они стоят Целых Хрен десятых А может надо пить меньше Ну может Хотя Вот вспомнил историю Во время последнего выступления В штатах у меня Сперли сумку Со всей концертной Одежкой Гримом Вообще Всеми Всеми личными вещами Причем прямо перед концертом Представляешь Как приятно было И что пришлось выступать В джинсах что ли Нет В джинсах я бы не выступал Ни за какие бабки Пришлось перенести сейшен И отправиться По магазинам Купили все А потом через некоторое время Нашлась и моя сумка Оказалось по пьяни Я ее засунул Куда-то не туда Прикольно Ну вообще говоря О твоих личных курсах Музыки в целом Сравни свои ощущения Относительно Ко всем музыкальным делам Сейчас И скажем Лет 10 тому назад Многое изменилось Ну конечно Очень-очень многое То что происходит В музыкальном мире сейчас Меня уже не так интересует Не так волнует Или вообще Как-то влияет По сравнению С тем что было раньше Магия исчезла Магия Ну как бы Познание Магия новизны Соприкосновения С чем-то особенным Что ли И это поверь Не только моя вина Изменилась И сама музыка Теперь Ни гораздо меньше Чувства Настоящего чувства С большой буквы Не знаю Как это объяснить Настолько старые Альбомы Бейтери И думаю Все поймете Сами Тогда была Настоящая злость То самое Настоящее чувство А сегодняшний Блэк Метал Твоя ассоциация С этим словосочетанием Просто пару названий Самых достойных Главная ассоциация Это Норвегия Сатирикон И Мортал Кстати Сатирикон Ударились Экспериментарства Многие Даже в Дэс Метал Но все Блэк Несмотря ни на что Поверь мне Это все Блэк Ну ладно Пусть будет по двойму Тем более Что пора бы Уже Нам как бы Закругляться Пару финальных слов Для фэнов Скажи пожалуйста Особенно для фэнов Из России Скажу только одно Нарялся вам Дима Баргир Раньше или нет Попробуйте послушать Наш новый альбом Это просто убийство И поверьте мне Русские Вам это понравится Вот такое вот интервью Интервью с лидером Дима Баргир И Мы видим что Это чувак довольно замкнутый Осторожный Как и все любит Бухнуть Но любит свою группу Любит свое творчество И У него свое видение В блокмете Он считает что Та классика Которая признана Это Сатирикон Иммортал и так далее И стереотипный Блэк Норвегии Это именно то что нужно И в принципе Я во многом с ним согласен Потому что все на любителя И мне тоже нравится Блэк Метал из Норвегии Мне нравится вся Классика Которую он перечислил Да и в принципе Дима Баргир Блэк Метал из Норвегии Дима Блэк Метал из Норвегии И не забудьте подписаться На канал Берегите себя И своих близких И слушайте Хорошую музыку До встречи В следующих выпусках И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I am war, I am pain, I am all your rivers slain I am tears in your eyes, I am grief, I am lies DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok